Да, 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 да. Хорошо, присылайте счет и договор. Все подпишу. По электронному документообороту? Не-не-не, пока не подключился. Но вроде у меня в программе он есть теперь, так что подключись, не переживайте. Да не-не-не, спасибо, спасибо, я сам как-нибудь разберусь. До свидания. Блин, и что они так парятся? Подумаешь, ну обычный какой-то электронный документооборот. Тот же e-mail, только с электронными подписями. Тоже, блин, мне проблема. На самом деле электронный документооборот, который стал доступен пользователям один из кассы, начиная с третьей версии, и правда очень похож на электронную почту. Но есть и существенные особенности. Какие там могут быть особенности? Завел себе электронную подпись в любой из контор, которые их предлагают. А дальше взял документ, подписал и отправил. Что еще-то? В первую очередь, прежде чем начинать электронный документооборот с вашим контрагентом, нужно отправить ему приглашение, подписанное вашей электронной подписью. Затем он должен ответить на это приглашение, также подписав свой ответ электронной подписью. И вот только после того, как вы получите этот ответ, будет считаться, что вы оба согласились на взаимный обмен электронными документами. Для такой операции в меню программы есть специальные команды. Это совсем не сложно, если только не возникнет проблем с роумингом. Каким таким роумингом? Как у сотовых операторов, что ли? Очень похоже. Обмен электронными документами осуществляется через имеющих специальные лицензии операторов EDO. При подключении к системе вы выбираете, через какого оператора вы хотели бы работать. У них могут быть разные условия или тарифы. У большинства операторов уже заключены роуминговые соглашения друг с другом. Поэтому, например, при использовании решения 1С касса, документ от вашего оператора без проблем отправится к оператору вашего контрагента. А вот в случае, если обмен документами не работает между выбранным вами оператором и оператором получателя вашего документа, то вам придется дополнительно отправить заявку на роуминг. Как это сделать, вы найдете по этой ссылке. Она продублирована в описании к этому видеоролику. Это бесплатно, но немного хлопотно, так как операторы EDO все еще никак не могут поделить рынок. Это наша корова, и мы ее дуем, понял? И автоматический роуминг работает пока не у всех. Так, хорошо, обменялись мы приглашениями. Настроили роуминг, если придется. Ну а дальше-то все просто. Получил документ, подписал и все. Или удалил его, если не согласен. Так, если вы согласны подписать присланный документ, то действительно все очень просто. Нажали кнопочку подписать, ввели пароль от вашей электронной цифровой подписи и все. А вот если с присланным документом вы не согласны, то просто удалить его было бы неправильно. Дело в том, что когда вы подписываете и отправляете кому-то документ, то дальше этот документ будет висеть в вашей системе, в папке «Исходящее», на контроле, со статусом «Ожидается подтверждение». На каждую операцию в EDO есть свое извещение, чтобы всегда видеть, в каком статусе находится ваш документ. Поэтому, если ваш получатель просто удалит его у себя, то в вашей системе этот документ так и останется висеть в статусе «Вечного ожидания». Это все равно, что отправить кому-то письмо или смс-ку, а в ответ «Тишина снова, я останусь одна». Подожди, а как быть, если я не хочу подписывать то, что мне прислали? Тогда вам нужно воспользоваться функцией «Отклонить». Нажимаете кнопочку, подписываете свое сообщение об отклонении, и оно отправляется вашему контрагенту. А у вас этот документ будет висеть в статусе «Ожидается исправление». Ваш контрагент, получив сообщение, что в документе ожидается исправление, должен будет отправить вам исправленный документ. Получается, просто удалять документы в системе нельзя? Скажем так, настоятельно не рекомендуется. Удаление документа – это уже на самый крайний случай. Когда ваш контрагент никак не реагирует на ваши действия. Тогда да, можно и удалить, чтобы зависший на полпути и подписанный только с одной стороны документ вам не мешал. А, погоди, а если я нашел ошибку после того, как подписал и отправил документ? В этом случае вам поможет функция «Аннулирование». Аннулировать документ можно в любой момент, когда вы нашли в нем ошибку. Но если отправитель уже начал исправлять документ, то аннулировать его уже нельзя. Аннулирование чаще инициируется именно отправителем документа. Для получателя правильнее использовать опцию «Отклонить». Ну, в принципе, понятно. Не так просто, как с обычной электронной почтой. Но, в принципе, логично. А последний вопрос – это дорого стоит? Ну, в смысле, этот электронный документ – оборот. В новой версии 1С-касса пользователь по умолчанию может бесплатно принимать и подписывать сколько угодно электронных документов. И также бесплатно посылать не более пяти пакетов документов в месяц. Этого, в принципе, должно быть достаточно небольшому предприятию даже для работы с маркировкой. Ну, а если понадобится больше, всегда можно за небольшую плату подключить другие тарифы. Ну что же, на сегодня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш YouTube-канал «Справочное бюро предпринимателя». И увидимся.